Вступление в ипотеку 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 Я еще тоже хотела немного добавить о том, что, насколько я поняла, вы хотели задать вопрос, возможно ли использование материнского капитала при покупке строящегося жилья, при условии, что не хочет получателем от капитала брать кредит, правильно я поняла, и выплачивать это частями, исходя из своих собственных доходов. Так вот здесь нужно учитывать тот момент, о котором говорил Антон Юрьевич, просто не называя сроков, что сроки достаточно длительные для регистрации договора долевого строительства в органах Росреестра, а без этого документа невозможно будет получить средства маткапитала, сроки, которые на сегодня зафиксированы практиками, риелторами, могут составлять и несколько месяцев, то поэтому здесь все будет зависеть от того, на какой срок застройщик готов предоставить рассрочку. Потому что есть, например, уже появились сейчас предложения застройщиков, где срок по рассрочке может достигать 7 лет. То есть достаточный срок. Даже если этот срок будет составлять от года и больше, то, скорее всего, застройщик может пойти на такие условия и предоставить такую возможность использования материнского капитала. Но, к сожалению, как его в первом случае, здесь будет зависеть ответ на этот вопрос, будет зависеть не от распорядителя материнского капитала, а в первом случае от застройщика, а во втором случае от продавца приобретаемой квартиры. Может ли жилье, которое приобретается в том числе и на маткапитал, оформляться не на всех членов семьи? Ну, например, не оформляется на отца, а оформляется только на мать и детей. Чисто теоретически могу сказать, что на сегодня закон предусматривает обязательства со стороны получателя или распорядителя материнского капитала подать заявление и оформить собственность на всех членов семьи, включая двух супругов и всех детей, независимо от даты рождения. Но контролирующие функции ни со стороны пенсионного фонда, ни со стороны Росреестра, ни со стороны органов опеки на сегодня законам не предусмотрены. Поэтому чисто теоретически возможность не оформить квартиру или не выделить право собственности или долю в праве собственности несовершеннолетним детям либо супругу есть, но она чревата соответствующими последствиями, потому что по достижении 18 лет, либо при проведении эмансипации, ребенок может опротестовать, соответственно, сделку, и все последующие сделки с этой квартиры будут признаны недействительными. Мало того, если супругу не была выделена такая доля, он тоже может быть чисто теоретически, а скорее всего практически быть стороной и подавать иск о признании этой сделке недействительным. Антон Юрьевич, вообще приходится на практике сталкиваться с ситуациями? С такими ситуациями приходится сталкиваться, но здесь надо все-таки отличать ситуацию, которая является ситуацией выисполнения закона. То есть мы уже раньше говорили о том, что при случае ипотеки может быть ситуация, когда не все члены семьи становятся собственниками. В случае строительства может быть ситуация, когда не все становятся собственниками. Но обязательно в этом случае оформляется обязательство, которое должно послужить основанием для того, чтобы заставлять собственников переоформить все в долевую собственность всех членов семьи. Может случиться ситуация, когда, допустим, родитель взял ипотечный кредит на 30 лет, заплатил полностью, погасил кредит в течение 5 лет. Еще 25 лет пенсионный фонд может не узнать о том, что наступил срок исполнения этого обязательства. Эта ситуация создана искусственно, естественно, эта ситуация со стороны родителя выглядит как неисполнение своего обязательства. Ну и часть действий родителей уже злонамеренных может также приводить к тому, что, допустим, дети не получают собственность. То есть, допустим, до исполнения обязательства квартира продается третьим лицам. Как вариант, квартира может быть продана дедушке и бабушке, чтобы не исполнять это обязательство. Со стороны органов опеки может быть активная позиция по этому вопросу. Со стороны покупателя такой квартиры может быть сопротивление. Но тут ведь важно понимать, что люди могут и не узнать о том, что материнский капитал был использован на приобретение этого объекта недвижимости. Поскольку есть виды сделок, которые не будут содержать упоминания в договоре купли-продажи о том, что был использован материнский капитал. Продавец может также скрыть информацию от покупателя о том, что у него как минимум два ребенка. Поэтому люди, приобретающие такой объект недвижимости, могут добросовестно заблуждаться и считать, что они совершают сделку, которая соответствует закону. В будущем это приведет к тому, что такая сделка будет оспорена либо лицами, чьи права нарушены, либо лицами, которые обязаны следить за соблюдением прав ребенка. Вот отдельный случай, когда один из, допустим, членов семьи не хочет, чтобы на него была оформлена собственность, необходимо тоже рассмотреть. Поскольку, допустим, один из взрослых, совершеннолетних детей может захотеть, но зачем мне собственность с семьей, с которой я уже не живу, у меня есть другая семья, своя. Один из родителей может сказать, что пусть лучше все будет на моих детей. В этом случае правильным вариантом решения этой задачи будет являться первоначальное оформление на всех членов семьи права собственности и дальнейшее распоряжение этим объектам недвижимости. Допустим, Авраам Дагдалях подарил оставшимся членам семьи в этой квартире свою долю. И это будет правильным решением. Он не нарушает обязательства, доли были выделены, и он распоряжается своим имуществом, что не запрещено законом. О том, какие еще вопросы возникают при использовании материнского капитала для улучшения жилищных условий, мы поговорим в следующей программе. У нас в гостях были генеральный директор Балтийской ипотечной корпорации Галина Алексеевна Афанасенко и адвокат фирмы Юринформцентр Антон Юрьевич Лебедев. Балтийской ипотечной корпорации Галина Афанасенко